В чём сложность, если мы берём тему «бедный мужчина», в чём сложность именно у тебя? Что было бы для тебя сегодня хорошей работой по окончанию вебинара? Что было бы для тебя хорошо? В чём конкретно твоя проблема, связанная с финансами и финансовым благополучием твоего партнёра? Услышали? А я прям слышу, как кого-то, это называется, штырит, что она сейчас спросила. Пусть это останется с вами, можете себе записать вопрос, и когда придёт ответ, вы мне его напишите. Ещё раз повторю, в чём конкретно твоя сложность и в чём конкретно у тебя проблема, связанная с финансовым благополучием твоего мужчины? И что было бы для тебя хорошей работой? Либо на первую часть, либо на вторую. Попробуйте подумать. Просто двиньте мысль. Почему я задаю этот вопрос? Очень часто, если я вас спрошу, что вас не устраивает, ну вот в чём проблема, то на этот вопрос очень легко ответить. Кто-то может написать, там, не знаю, муж мало зарабатывает, или муж вообще не работает, да, например. И когда я спрашиваю, а как бы ты хотела? То очень часто бывает так, что человек не знает, как бы он хотел. Поэтому, девочки, одним из важных моментов для вас было бы, «О, спасибо, сейчас почитаю ваши вопросики», было бы понять, в чём лично ваша проблема. Это вот прям, знаете, дальше двинуться нельзя. Вот, пожалуйста, напишите мне, в чём твоя проблема. Или ты можешь мне не писать, потому что бывает такое, что мы стесняемся, мы не доверяем, мы не в комфортной зоне. «Окей, запиши себе на бумажке, придумай у себя в голове, но сформулируй, в чём твоя проблема». Потому что пока ты не знаешь, в чём конкретно твоя проблема, ты не можешь двигаться дальше.